Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин проводит с вами это утро. Здравствуйте. Здравствуйте. И сейчас мы поговорим, собственно, о проблеме, действительно, проблеме, которая может быть решена при определенном желании. В Латвии насчитывается, по данным на 2019 год, 2369 детей с диагнозом расстройства аутистического спектра. И при этом где-то половина примерно детей находится в возрасте до 7 лет. И ученые говорят о том, что как раз-таки, если с этим ребенком заниматься активно, то он сможет успешно развиваться, интегрироваться в общество. И, к сожалению, вот эта как раз-таки работа с ребенком никак не оплачивается государством. То есть, ну, есть данные о том, что необходимо, вот эти затраты на одного ребенка начинаются от 2,5 тысяч евро в год. И не каждая семья может себе позволить такие средства. Не у всех есть такие деньги. И вот появилась инициатива на Манабал СЛВ для того, чтобы помочь этим детям. Ну, вот помощь государства оказать. Как обычно, система простая. Ведется сбор подписей, название инициативы заведения, оплачиваемых государством услуг для детей с расстройствами аутистического спектра. На данный момент 7800 подписей уже собрано из необходимых 10. И, в общем-то, это реальная проблема, которую можно решить сообща, хотя бы передать на обсуждение и потом выделить деньги на помощь вот этим детям, на помощь этим родителям. И с нами на связи Татьяна Дауг, что юрист, публицист, мама ребенка, как раз с ребенком с расстройством аутистического спектра. Татьяна, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро всем. Доброе утро. Если можно, чуть ближе вот к микрофону, чтобы было слышно лучше. Слышно? Да, да, спасибо. Насколько мы понимаем, что вы одна тоже из инициаторов вот этого начинания, и могли бы вы вот объяснить, рассказать, вот что необходимо, насколько необходимо, в каком объеме помощи, что происходит вот в результате этой помощи с ребенком, вот какого рода занятия? Хорошо, постараюсь объяснить, ну, хочется чуть-чуть рассказать вообще о себе, о нашей ситуации, да, и конкретно про петицию. Я не являюсь инициатором, инициатором является Лейна Дамбиня, она является главой детского фонда, детско-клинической больницы, кажется, если я не ошибаюсь, если правильно говорить при формулировке. Я являюсь активной мамой, которая старается эту тему как-то распространить в обществе, чтобы нас просто поддержали. Что касается нашей ситуации и таких детей с аутистическим спектром, то необходима реабилитация, и чем раньше она начнется, да, тем лучше будет. То есть пока есть с чего лепить, вот как вы говорили, до 7 лет, да, научные деятели говорят, что вот лучше всего начинать все эти занятия, это действительно так. Потому что, скажем так, и как психика, так и все остальное еще более податливая, и можно с детками работать, и нужно работать. Реабилитация заключается в чем? Вот, например, почему такая дорогая стоимость? Одна из причин – это дорогая терапия. Есть так называемая АБА-терапия, и она стоит довольно-таки дорого. Государство это, к сожалению, никак не финансирует, то есть родители все это выплачивают из собственного кармана. И вот, к примеру, в нашей ситуации у меня сына 2,5 года, у нас диагноз был поставлен чуть более полугода назад, хотя начали замечать какие-то изменения, что что-то не в порядке, где-то около годика ему было. И, соответственно, мы еще даже, на самом деле, не дождавшись диагноза, стали ходить на развивачки, так называемые. И потом, впоследствии, попали даже на АБА-терапию. И так как нам необходим был очень такой динамичный толчок вперед, потому что ребенок у меня не разговаривал вообще, у него не было указательного жеста, он не отзывался на имя, и с коммуникацией были довольно-таки такие сложности. Соответственно, мы начали АБА-терапию и достаточно интенсивно. У нас было 2 часа в день, 5 дней в неделю, в течение двух месяцев. И вот такой интенсив стоит более 1000 евро. И государство, к сожалению, никак не финансирует, никак не помогает. Ну, соответственно, родители своим каким-то вот, своим образом стараются эти деньги поделять. АБА-терапия является одной из самых эффективных терапий, но это не единственное, что нам необходимо. Нам нужен энерготерапевт. Государство, к сожалению, дает возможность по квотам только 10 посещений к арбатерапевту. Этого не хватает. Потом можно говорить про рейт-терапию, да, когда с лошадками детки занимаются. Это тоже довольно-таки дорогое удовольствие. Дорогая терапия, она полезная. Микрологопед очень нужен, очень необходим. Квот тоже не хватает. Но тут еще такой вопрос, что не только квот не хватает, но и даже если они есть, если есть хоть какая-то малейшая возможность пойти по этим квотам заниматься, то нереально длинные очереди. Нереально длинные очереди. Вот мы, например, сейчас проходим реабилитацию за свои собственные деньги, да, без поддержки государства. Есть хоть какая программа, которая подразумевает реабилитацию через ПКУС, да, через детскую клиническую больницу. И то она очень коротенькая, это буквально один месяц, если я не ошибаюсь, и очередь на него полтора года. То есть мне, чтобы попасть через эту программу, якобы государственную, да, на реабилитацию, нам нужно ждать полтора года. А каждый месяц... Ну это кошмар, конечно. Каждое время ценно. То есть мы не можем так долго ждать, нам нужно действовать здесь сейчас, пока, ну, как говорится, пока горячо. Напоминаю, мы беседуем с Татьяной Даугстой, юристом, публицистой и мамой ребенка с расстройством аутистического спектра. Как раз об инициативе новой на портале Monobal.s.lv за введение оплачиваемых государством услуг для детей, для реабилитации детей с подобными диагнозами. Ну, получается ведь, что проблема не только в этом, даже если будут выделены деньги, эти очереди, если они останутся, то они тоже будут тормозить решение проблемы. То есть... То есть очереди говорят о том, что и специалистов мало? Нет, да, получается, что и специалистов нет. Да, к сожалению, к большому сожалению, во-первых, специалистов мало. И вот, например, есть другая еще сторона медали, да, то есть реабилитация, реабилитация, а нам-то нужно еще и в садик ходить, и впоследствии в школу ходить. Когда ты оформляешь инвалидность на такого ребеночка, там, скажем, тоже есть подводные камни. Если ты оформляешь инвалидность и вдруг комиссия по инвалидности не дает себе бумагу с пометкой, что ребенку необходим особый уход, то, во-первых, у тебя пособия меньше, а во-вторых, у тебя уже притормаживаются возможности, что в садике, что в школе, попросить у государства помощи в виде ассистента. Да, потому что родители тоже работают, к примеру, да, они не могут постоянно ассистировать своему ребенку, потому что нужно выходить и зарабатывать деньги. Соответственно, нужен ассистент. И если нет этой отметки, соответственно, все это затормаживается, ассистента нет. А даже если есть отметки по особому уходу, ассистента найти крайне сложно, потому что их очень мало. И, к сожалению, в школах специалистов, что в садиках тоже специалистов обученных, которые смогли бы работать с такими детьми, очень мало. То есть, да, нехватка кадров, к сожалению. Но получается, что с этой нехваткой тоже нужно что-то делать. И есть ли у вас какие-то идеи, предложения, что необходимо? Где взять специалистов, чем их заинтересовать, в конце концов? Ну, в самом хорошем смысле заинтересовать. Я думаю, что в первую очередь тут нужно решать проблему восприятия общества. Да, потому что на данный момент, с чем я лично сталкиваюсь, и с чем сталкиваются мамочки, вообще родители, да, таких деток особенных, в обществах крайне брезгливо, я не побоюсь этого слова. Они боятся, они не понимают, они как-то считают это каким-то прям заболеванием. Да, я вообще хочу сказать, это мое личное сугубо мнение, что это не болезнь, это вообще не приговор, это просто особенность развития, да, в первую очередь нервной системы. И нас не надо бояться, да, мы не писаемся, мы просто особенно в поведении, в коммуникации и в таком духе. И, соответственно, есть категория людей, которые работают, например, в садах и школах, они вот как раз-таки боятся всего этого, так же, как простой народ, потому что они не знают, как с этими детьми заниматься, как с ними коммуницировать. То есть у нас не хватает вот этой вот образовательной среды именно по данному вопросу, чтобы народ действительно больше об этом знал и не боялся, никак этого не опасался. Я считаю, что тут государство должно как-то информировать больше, потому что, видите, есть еще такая проблема, во-первых, ассистентов не хватает. И еще, что когда родители сталкиваются с этой ситуацией, когда они узнают, что у ребенка аутизм, и вот начинается эта вся эпопея с диагнозами и так далее, они даже не знают, куда бежать, они даже не знают, куда идти. То есть нет никакой особой информированности. У нас есть объединение, патрискообъединение аутизма, еще есть какие-то негосударственные учреждения, которые якобы информируют. На самом деле ребята работают, но этого не хватает. То есть реально по сути, сколько родителей я вообще встречала, никто не знает, куда бежать. И родители помогают родителям. То есть я вот когда столкнулась с этой ситуацией, мы уже поставили диагноз, нам дали инвалидность, мы начали реабилитацию, начали заниматься. Я как-то начала это все дело рассказывать в обществе, вообще об этом говорить, не стесняясь. И родители начали ко мне подтягиваться с вопросами, Таня, с чего начать, куда вообще идти, каким специалистам, куда, чего, как. То есть неинформированность, и общество нас боится, и вот все вот в таком вот духе. Я думаю, что просто нужно это все дело поддерживать. Может быть, какие-то мероприятия общественные и так далее, и так далее. То есть как-то нас не боятся выводить в свет. Да, у нас, к сожалению, очень мало времени. Хотелось бы, может быть, действительно продолжить эту тему. Пишут нам, что, к сожалению, вот все предусмотрено только для очень здоровых, богатых, самоуверенных. Для остальных мест нет. Ну, такой вот как бы комментарий. Именно поэтому, к сожалению, одна из причин. Мы в том числе сегодня подняли эту тему. А напомню, мы беседуем с Татьяной Даугстой, юристом «Мама-ребенка с расстройством аутистического спектра» и говорим об инициативе на портале Manobals.lv, где собираются подписи за то, чтобы государство оплачивало услуги для детей вот таких вот с особенностями развития, их лечения, их реабилитацию, их социализацию. Ну, и мне кажется, что вот уже, может быть, подводя итоги, мы, наверное, еще вернемся к этой теме. Ведь если государство действительно вложится и получит взамен полноценных членов общества, которые смогут приносить общество пользу, это будет гораздо выгоднее, чем запустить эту проблему и затем, ну, вот, содержать, ну, вот, людей, которые, к сожалению, с запущенной болезнью будут гораздо больше требовать внимания сами к себе. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я хочу вас поблагодарить от души, что вы даете возможности и даете голос. Я хочу поблагодарить также всех людей, которые подписываются в петиции и хочу очень попросить еще вашей поддержки. Осталось всего немного и очень надеюсь, что действительно Сеем это все дело рассмотрит и будет жить лучше. Мы действительно способны жить лучше. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Татьяна, огромное спасибо вам за рассказ. Держитесь. Мы вместе. Чем можем, поможем. На самом деле, первый шаг. Надо собрать еще всего лишь чуть больше двух тысяч подписей, чтобы хотя бы эта инициатива дошла до тех, кто принимает решения. То есть шанс помощи реально есть. Давайте напряжемся и поможем. Мана Баусова. Две тысячи подписей. Это не так много, на самом деле. Наших слушателей и читателей портала Микс Ньюс значительно больше. Всем миром напряжемся и сделаем доброе дело. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания, Татьяна. Хорошего вам дня. Ну, а наш эфир продолжается. А «Утро на Болткуме» заканчивается. Олег Пекко, Александр Шунин. Сегодня провели его с вами.